Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Наксов. В конце ноября большинство депутатов Европарламента проголосовали за запуск реформы основополагающих принципов работы Евросоюза. Суть изменений. Сделать ЕС более быстрым в принятии решений и меньше зависеться от позиции одной отдельной страны. Предложенные поправки, в частности, помогут избавиться от ситуации, которые постоянно повторяются на последних саммитах ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орба шантажирует остальные страны и блокирует выделение помощи Украине, используя имеющееся у него по обоим вопросам право вета. В новом проекте реформы ЕС предлагается резко снизить число подпадающих под принцип единогласия вопросов, а также начать председателя Еврокомиссии в Европарламенте, сократить количество еврокоммерсаров и даже создать общую европейскую армию. Несмотря на то, что после голосования процесс реформы можно считать запуск допущенным, ему предстоит пройти еще как минимум шесть этапов, которые могут растянуться на несколько лет. Но это не обязательно, все может пройти намного быстрее. Но главное, главное, реформа должна пережить выборы Европарламент в 2024 году и новый состав Еврокомиссии. Вот об этом мы с вами сегодня говорим, потому что того, каким образом сейчас решается судьба Европейского Содружества, очень многое зависит и на полях сражений в Украине. 22 ноября Европарламент большинством голосов принял проект реформы базовых соглашений ЕС. Предлагается ни много ни мало, как изменить заметную долю принципов, на основании которых сейчас и работает Евросоюз. Уйти от права вета при голосовании в Совете ЕС. Пересмотреть функции Европарламента, изменить схему формирования Еврокомиссии и ввести дополнительную форму участия европейских граждан в политике. Последние подобные по масштабу изменения все архитектуры Евросоюза принимались в Лиссабоне уже в далеком теперь 2007 году. Лиссабонское соглашение стало следующей вехой укрепления действия Европы и централизации полномочий ранее оставшихся на ровне стран-членов, а не всего ЕС. Предложенный в этом ноябре вариант реформы фактически продолжает развитие ЕС в эту сторону. И тогда и сейчас слышны голоса как сторонников, так и противников этого движения. Первый видит укрепление ЕС и его централизация способ справиться с внутренними кризисами, неповоротливостью, медленным темпом необходимых изменений. Второй же считает, что ЕС не нужно превращать в Соединенные Штаты Европы. Супергосударство, где с мнением малых членов будет игнорироваться в суду тому, чего хочет и за что голосует большинство. Но геополитическое давление, миграция и война у порога, пандемия и цифровизация, когда мир меняется, ЕС тоже нуждается в обновлении, завел после голосования в Европарламенте соавтор текущего проекта реформы ЕС и один из сторонников его дальнейшего укрепления, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстад. «Совершенно непродуманный непропорциональный сдвиг принятия решений в сторону централизованных структур, сказающих о демократическом контроле», не согласнился с ним Яцек Сариушвольский, бывший вице-президент Европарламента, депутат от польской правой партии «Право и справедливость», проигравший недавно о выборе, который изначально также был соавтором проекта поправок, но затем вышел из состава рабочей группы. В Брюсселе настаивают на проведении реформы именно сейчас, потому что ЕС столкнулся с кризисом верховенства права, отмечает в комментарии для новой газеты «Европа» еще один из авторов проекта, евродепутат Даниэль Фройнд. Несмотря на то, что в Польше на последних выборах авторитарный откат был остановлен, в Венгрии ситуация с правами человека и верховенства права все еще в плачевном состоянии и продолжает ухудшаться. Более того, премьер-министр Виктор Орбан регулярно берет в заложники помощи ЕС Украине, используя имеющиеся у каждой страны справа ВЕТА и требуя взамен от Брюсселя уступок. Авторитарные тенденции Венгрии уже привели к тому, что ЕС заморозил часть денег, которые причитали стране из европейского бюджета. В том числе и стоевой части, что предназначалось для восстановления экономик после пандемии COVID. С одной стороны, это рычаг давления Брюсселя на Будапешт, деньги из ЕС поступают по мере улучшения ситуации с верховенством права в стране. С другой стороны, сохранение права в Совете ЕС оставляет рычаг влияния на Брюсселе в руках Виктора Орбана. Разморозка фондов является требованием Будапешта, при котором он может поддержать те или иные решения ЕС, например, о помощи Украине. Примерно это и произошло тогда, когда было разрешено начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Когда Виктор Орбан вышел во время голосования из общепомещения, разговоров об этом очень много, во всяком случае Шольц попросил его выйти, он вышел, и в этот момент и проголосовали о начале процесса вступления Украины в ЕС. Похожая ситуация наблюдалась и в Польше. После антидемократической судебной реформы, которую провела правящая партия «Право и справедливость», ЕС заморозил в фондах средства, полагавшиеся в Варшаве. При этом право вето позволило Польше, например, эффективно блокировать изменения европейской миграционной политики, хотя в Польше в результате победы на выборах проевропейских сил скоро будет сформировано, и оно уже сейчас начинает действовать новое правительство, и ЕС не застрахован от таких проблем в будущем. Например, осенью на выборах в Словакии вышла в лидеры пророссийская партия Роберта Фитца, который высказывался против поставки европейской помощи в Украину, и уже Словакия по его инициативе прекратила поставки каких-либо систем вооружения в Украине и вообще все формы военного сотрудничества. В конце ноября на парламентских выборах в Нидерландах победила ультраправая партия «Свобода», настроенная резко против сближения СС и выступающая против очень многих инициатив европейского содружества. И по мере усиления евроскептиков ультраправых сил в европейских странах, эта системная проблема, вероятно, может только усугубиться. Кроме того, после российского вторжения в Украину, ЕС интенсифицировал переговоры о вступлении в объединение новых членов. Сейчас статусом кандидата обладают пять стран Западных Балкан – Босния, Герцеговина, Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория. Этого же добились в этом году Молдова и Украина. А 8 ноября Еврокомиссия дала зеленый свет Грузии. У Турции статус кандидата в ЕС уже почти 25 лет, и многие другие перечисленные страны зависают на этом этапе на первое десятилетие. Однако, после 24 февраля вопрос реального расширения ЕС стал рассматриваться как ответ на новые геополитические инициативы и вызовы, с которыми встали перед Европой. Об этом, например, говорил в мае этого года президент Франции Майор Макрон на саммите по безопасности Братиславии и Касляр Германии Олаф Шульц на пленарных дебатах в Европарламенте. Кроме того, в декларации по итогам встречи глав государства ЕС Гренаде 6 октября было зафиксировано. Расширение ЕС – это теостратегическая инвестиция в мир, безопасность, стабильность и процветание. А сама встреча положила начало серии мероприятий по выродке стратегической повестки на 2024-2029 годы. Этот документ разрабатывается каждые 5 лет, и в нем определяются главные политические приоритеты развития Евросоюза. Проблема заключается в том, что сам ЕС к такому расширению пока не готов, причем с точки зрения внутреннего устройства и правил игры. И главный стопор на этом пути – все то же право вета. Когда на заре объединения в ЕС состояли лишь несколько стран, в принципе единоглазие был вполне целесообразен. И эти страны как раз были стран так называемого общего рынка, прежде всего это была Франция и Федеративная Республика Германия, которые разделяли все европейские ценности. А затем, по мере увеличения Евросоюза, конечно же, и ценности стали меняться. И теперь, когда количество участников достигло 27 и может еще увеличиться, ЕС рискует стать попросту неуправляемым. Всегда может найти страна, которая саботирует какое-то решение, потому что оно противоречит ее текущим внутрополитическим интересам или в силу каких-то еще других причин. И я напомню, что сами польские историки считают, что одной из причин гибели в свое время процветающего европейского государства, Речи Посполита, было именно то, что в Сейме, в парламенте Польши, у каждого депутата, депутатами могли быть только шляхтичи, дворяне, было право вета. И ни одно решение, ни один указ не могли в итоге пройти через Сейм. Польша стала практически неуправляемой. И вот это право вета, когда парламент расширяется бесконечно, безусловно, парализует его работу, означает и парализует работу всего европейского содружества. При этом у принципа единогласия есть важные идеологические аргументы за. Евросоюз с самого начала создавался к объединению равных независимых государств. Поскольку ни одно государство не может навязываться политику другим, принцип единогласия служил гарантией того, что мнение всех членов С, как суверенных государств, вне зависимости от их размера, мощи экономики и политической значимости, всегда будет учитываться. Уход от этого принципа может означать переход от конфедеративного объединения, каким сейчас является С, к федеративному протогосударственному образованию. И, в общем, такой же путь в свое время прошла и наша страна, потому что в самом начальный период своего создания Соединенные Штаты были конфедерации. Мы федерацией стали уже после гражданской войны, потому что конфедерация показала свою несостоятельность. Но состоятельность у нас на американском континенте. Как же быть в Европе? Действительно, в Евросоюз входят большие страны, входят средние страны, входят маленькие страны. И принцип единогласия позволял самой маленькой стране, которая была в Содружестве, чувствовать себя равной с другими, потому что право Вета именно давало ей эту значимость. А теперь, когда это право так или иначе будет устраняться, как же быть маленьким страном, не почувствовать ли они себя в подчинении у больших и более влиятельных? Безусловно, это серьезная проблема, и она серьезна не столько с точки зрения геополитических или политических теорий, но и политической практики. Но у меня нет никаких сомнений, что эта проблема тоже может быть разрешена, и об этом мы поговорим чуть-чуть позже. С правом Вета связано и то, что после начала войны в Украине ЕС оказался очень неповоротлив в принятии экстренных решений. Объединения тратят очень много времени на выработку консенсуса в отношении важных тогов, будь то санкции против России или введение новых налоговых или миграционных политик. Хотя в других случаях быстро среагировать на вызовы не дается, из-за того, что до сих пор существовавшие полномочия находятся на уровне национальных правительств, а не делегированы на общий европейский уровень. К таким полномочиям, в частности, относятся вопросы внешней политики, оборонной безопасности, энергетики и многое другое. В условиях войны, однако, долгое согласование общих политик ставит ЕС в слабую позицию. Эта их позиция как раз отвечает интересам Российской империи на европейском континенте. Наконец, сами институты ЕС страдают от кризиса их легитимности. Во многих странах усиливаются еврокептики, критикующие Брюссель как раз за то, что он не учитывает национальные интересы, а на грядущих выборах Европалламента эти силы могут потеснить доминирующие сегодня проевропейские партии. Такие тенденции сугубляются тем, что доверие к институтам ЕС среди европейских граждан остается, к сожалению, очень невысоким. Весной 2023 года ЕС доверяли всего лишь 48% европейцев. Причем, хотя это заметно больше, чем на прошлом десятилетии, в 2011 году поддержка составляет 31%, но все равно это недостаточно для того, чтобы сделать ЕС мощным организмом, для того, чтобы можно было говорить, что на самом деле существует объединенная Европа, на самом деле объединенная, а не только в качестве некой амбреллы или некой вывески. Само ЕС считает, что эта проблема может быть связана с недостатком демократичности европейских институтов. Они оторваны от еврейских стран и мало подотчетны им. Расширение участия граждан еврейской политики, большой инклюзивности институтов и создания дополнительных механизм подотчетности говорится о выводах конференции «Future of Europe», которая проходила в 2021-2022 годах. Это масштабное мероприятие-эксперимент длилось более года и включало в себя серию дискуссий в разных странах и о том, как должно выглядеть объединение в будущем. Главными участниками дискуссии были сами европейские граждане, а не европейские политики или европейские парламенты. Так вот, в этой дискуссии приняло участие больше 700 тысяч человек, граждан Европы. Формально весь проект, предложенный назад, предложенной реформой, это именно ответ на запрос остальных граждан, полученный на конференции «Future of Europe». Тот же факт, что Европарламент подступился к реформе только сейчас, говорит лишь о медлительности европейских институтов и неповоротливости всей системы. Конференция завершилась в мае 2022 года. На подготовку проекта реформы ушли полтора года, что в условиях современной Европы непозволительно много. Прошла большая реформа, соглашение ЕС прошло более 15 лет назад. Тогда, в 2007 году был подписан, а спустя два года после ратификации национальных парламентах вступил в силу так называемый «Лиссабонский договор». Решение о необходимости реформы было принято на фоне провала в первой половине 2000-х годов предыдущей попытки изменить работу Союза с помощью Европейской Конституции. Текст был согласован в органах ЕС, но не прошел ратификацию странах, членов ЕС. И понятно почему, потому что страны боялись потерять свой суверенитет. И вот здесь, наверное, и самая главная проблема, и решить ее, конечно же, очень сложно. С одной стороны, каждая страна дорожит своим суверенитетом в силу понятных причин. Национальное государство, единый народ и так далее хотят самим принимать решения в тех областях, которые важны для каждой страны. Оборона, внешняя политика, энергетика и так далее. Но на нынешнем Европейском континенте это может оказаться непозволительной роскошью в условиях, когда Большая Европейская война сейчас уже разразилась на Востоке Европы. И с каждым днем грозит все более и более перерасти в Общеевропейскую войну. Поэтому действительно необходимо в этих условиях пойти на то, чтобы какая-то часть суверенитета, которая приезжает отдельной стране, передать объединению. То есть суверенное европейское содружество, а не суверененное, допустим, Франция, Германия, Швеция или та же самая Венгрия. Итак, самое главное, что можно сделать на этом пути, это передать власть квалифицированному большинству. По задумке авторов реформы, голосование о квалифицированном большинстве в Совете ЕС должно почти полностью прийти на смену принципа единогласия. Теперь, как предлагается, даже вопросы внешней политики, обороны, безопасности, налогообложения, расширения ЕС должны приниматься исключительно по новой процедуре. Это означает, в частности, что национальное правительство теряет возможность блокировать введение новых санкций. При этом принцип единогласия продолжит действовать по вопросу расширения ЕС, но не на промежуточных этапах, например, в начале переговоров с своим кандидатом о потенциальном членстве, а только на финальном. А рамки квалифицированного большинства можно устанавливать, конечно, различные. Но, например, у нас такое квалифицированное большинство, мы с вами знаем, это две трети в Сенате, допустим. У нас 100 сенаторов, а квалифицированное большинство 67 человек. Две трети. Две трети, это, с одной стороны, позволяет сохранять принципы демократии, но, с другой стороны, это позволяет действительно преодолеть тот барьер, который сейчас право вето представляет на пути принятия самых главных решений европейского содружества. Дорогие друзья, я смотрю на часы, подошло время нашего перерыва, регулярного перерыва в ходе этой программы. У вас есть возможность задуматься и поделиться своими мыслями о второй части программы. Это первое подошло к своему завершению. Уходим на перерыв. Продолжение следует...